всем привет давайте разберем как в блендере можно лепить сравним для себя посмотрим как это в the brush скульптуре похоже не похоже лучше хуже давайте мы берем сейчас все вот это лишнее нажмем а раскладки английской и нажмем здесь сбоку удалить все это мы дело очистили теперь что давайте зайдем нажмем табуляцию поставим инструмент с которым будем работать это будет у нас ювисфера можно с цилиндром с конусом сетка с чем угодно работать давайте я поставлю вот эту вот готовую обезьяну и на ее примере мы все это рассмотрим вот это у нас здесь ось центр поднимается модель вот так можно и уводить в бок назад горячая клавиша возврата это control z все можно возвращать теперь чтобы нам лепить и вот это вот плоскость сетка не мешала давайте и отключим зайдем в боковую панель найдем вот эту сюзанну обезьяна окажется сюзанна у нас и теперь давайте отображение нажмем и отключим оставим только визуализацию вот так теперь нам ничто не будет мешать и давайте разберемся теперь как лепить нажмем давайте табуляцию зайдем в режим скульптинга вот такое окно у нас появилось нажмем на него вот такие кисти он нам предлагает давайте я вам прочитаю как они называются кисти их можно найти сейчас режим так вот здесь вот это маскирование и вот рядом кисти у нас инструмент скульптинга называется клавиша вот она запоминайте это капля глина полосы глины складка рисование тут много их вы посмотрите маски маска сдвиг слой больше чем скульптинга в принципе в забраж тоже очень их много возможно даже лучше и работать с ними как-то комфортней теперь давайте поменяем поставим глину я люблю когда работаешь чтобы было мы был материал глина работать легче быстрее виднее все бока нежели вот с прозрачной очень проблематично работать лично для меня давайте поставим быстрый материал выберем нашу глину все это дело опять уберем вот уже видней грани детали вот так это все выглядит сглаживать выходит нажимаете shift и левая кнопка мыши это выходит сглаживание как и как уменьшать увеличивать площадь кисти зажимаем английскую f и левая кнопка мыши вот так мы можем вытягивать вот так корректировать когда мы ее выбрали вот мы можем ей работать так теперь что вам объяснить скульптура вот здесь стоит симметрия у нас x по ось x мы можем лепить симметрично можем симметрию отключить можем поставить симметрию по z по y принципе как и забраж скульптура есть одна только ось по которой лепи лепится в принципе там есть ось и x и y но сфера делится сразу по оси по симметрии и работает только в этом плане так что еще режим скульптинга давайте я вам покажу что он как он выглядит нажимаете z высвечивается вот такая у вас визуализация текстуру можно включить гладкое затемнение сплошную включить вот так вот получится и можно гладкое затемнение включить и будет все у вас глаза работать вот можно легче так что еще я могу вам показать в принципе ничего тут сложного кому понравится здесь лепить лепите но лично мое мнение что лепить удобней и комфортнее это в скульптрис там более все понятно и в принципе для лепки достаточно 4 кнопки 4 кисти маскирование выходит там по клавишам здесь маскирование вот включается так вот вы можете замаскировать объект инвертировать вы можете здесь это контрол и нажимаете вот контрол и как и в зэбраш все то же самое снять маску можно здесь же очистить маску alt-m допустим вот мы нарисовали нажимаем кнопки alt и m все мы сняли выделение блендер работает в основном на клавишах в отличие от скульптриса скульптрис работает только мышкой в зэбраш сочетание клавиш и мышки работают в принципе кому понравится попробуйте полепите здесь вот так вот работает вытягивание так вот клей стрип вот так вот работает так давайте еще я вам кое-что покажу это значит вот когда вы лепите у вас получается все вот так вот в таком виде давайте посмотрим что тут еще есть есть тут такая кнопка динамическая топология вот если вы включаете вот так лепка происходит у вас вот вот так вот она выглядит если допустим ее отключить будет все вот глажа мягче не будет ломать форму допустим давайте попробуем вытянуть нажмем твою шуев увеличим и вот будем так вот можно прибавлять вот начинает где-то рвать у нас давайте теперь посмотрим что можно сделать вот здесь стоит размер включим размер поставим допустим можно поставить ну давайте поставим 30 нажимаем enter уменьшаем наш инструмент поставим скульпт драф вот так рисует он допустим если мы это все дело отгладим вот и и начинает рвать не интересно конечно что тут еще что еще тут есть гладкое затенение можно поставить оптимизировать симметрия здесь вот у нас по x стоит тут же вот эти все боковая панель она есть и на низу как работать вам удобно так и работайте ну и все в принципе что я хотел в этом видео показать нет тут ничего такого сложного пробуйте лепите общее рассказал кнопки запоминайте где что находится тоже запоминайте а в процессе уже вы сами разберетесь в тех или иных моментах деталях все всем пока